17 апреля в 7 часов 55 минут по Москве спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союзу МС-17 совершил штатную посадку в районе города Джасказган на территории Казахстана. На Землю вернулся экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Куть-Сверчкова, а также астронавта НАСА Кэтлин Рубенс. Самочувствие экипажа хорошее. Длительность полета составила 185 суток. Время, затраченное экипажем на выполнение программы научных исследований, составило 580 часов, при этом реализовано 614 сеансов экспериментов. Космонавты и астронавты встретили грузовые корабли «Прогресс МС-16», «Сигнус НГ-15» и «Дрэгон СПХ-21», а также два пилотируемых корабля «Союз МС-18» и «Дрэгон Крю-1». Кроме того, произведено несколько операций перестыковок кораблей с разными модулями МКС. Сергей Рыжиков и Сергей Куть-Сверчков выполнили выход в открытый космос длительностью около 7 часов с целью подготовки к запуску и последующей стыковке лабораторного модуля «Наука». Завершившийся полет — второй в карьере космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова. Астронавт НАСА Кэтлин Рубинс также работала на колоземной орбите во второй раз. А для Сергея Куть-Сверчкова эта космическая командировка дебютная. Уже в понедельник, 19 апреля, в Центре подготовки космонавтов прошла послеполетная онлайн-видеоконференция Сергея Рыжикова и Сергея Куть-Сверчкова, вернувшихся из полугодовой орбитальной командировки. Работа началась практически сразу после извлечения спускаемого аппарата. После прохождения экспресс-медицинского контроля и перемещения в палатку мы уже выполняли ряд экспериментов, связанных с дальнейшими освоениями Солнечной системы. То есть оценивалось состояние и возможность человека выполнять простейшие действия и с помощью современных естеств оценивалось положение тела, реакция организма на эти перемещения. Так называемый эксперимент, он уже многократно проводится, полевой тест. Полную версию послеполетной онлайн-видеоконференции экипажа МКС-64 смотрите на сайте Роскосмоса и информационного агентства ТАСС. В России приступили к работам по программе «Сфера». Уже идет проектирование аппаратов для создания новых многоспутниковых группировок связи для предоставления услуг интернета вещей, марафон и широкополосного доступа с КИФ, рассказал исполнительный директор Госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блашенко. Планируется, что спутники по программе «Сфера» станут первой полезной нагрузкой метановой ракеты-носителя «Амур» с возвращаемой ступенью. На космодроме «Восточный» продолжается подготовка к запуску 36 космических аппаратов группировки «Ванвеб» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат». Пуск запланирован на 26 апреля. На низкой околоземной орбите Земли уже находятся 146 спутников связи «Ванвеб». С учетом грядущего пуска их количество увеличится до 182. Все они запущены с помощью российских ракет-носителей семейства «Союз-2». «Ванвеб» собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи уже в этом году, а к концу 2022-го развернуть группировку из более чем 600 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Также на космодром «Восточный» доставлен макет аппарата «Луна-25». Он предназначен для проведения комплексных испытаний технических средств и систем на космодроме. Летное изделие российской станции «Луна-25» сейчас находится в чистовой камере контрольно-измерительной станции НПО «Лавочкина» и проходит этап электро-радиотехнических испытаний. Они необходимы для подтверждения работоспособности станции на всех этапах миссии. Изготовление испытания летного аппарата «Луна-25» планируется завершить летом 2021 года, после чего аппарат будет отправлен на космодром «Восточный» для подготовки к запуску. Ну вообще цель сейчас всех последних таких экспедиций, ну и в том числе нашей, это подтверждение содержания воды, поиск воды уже прямыми методами. То есть по исследованиям с орбиты Луны были найдены районы с возможным большим содержанием водяного льда. Но эти измерения, они достаточно точные, но они косвенные. Поэтому учёным необходимо подтверждение, что вот тот след, который они видят, это действительно лёд, то есть вода в замёрзшем состоянии. Это принципиально важно для последующего освоения Луны. Роскосмос начал создание новой российской орбитальной станции. Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлен на задачу в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. На космодроме Байконур новый российский модуль «Наука» перевезён в барокамеру для дальнейшей подготовки к запуску. Научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции разработан в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. Он будет размещен на надирном порту служебного модуля «Звезда» и предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Его запуск планируется летом этого года. Состоялось расширенное заседание коллегии Федерального медико-биологического агентства России, на котором были рассмотрены итоги работы в 2020 году. Госкорпорацию «Роскосмос» и «ФМБА» связывают многолетнее сотрудничество. По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, космическая медицина, в том числе оказание медицинской помощи при подготовке и выполнении космических полетов, а также создании эффективных методов поддержания здоровья и работоспособности космонавтов, одно из приоритетных направлений деятельности агентства. Научно-производственное объединение «Энергомаш», входящее в «Роскосмос», отправило в США шесть двигателей RD-180. Это первая с начала пандемии партия двигателей. RD-180 используется в ракете-носителе «Атлас-5». Также в США поставляются российские двигатели RD-181. Они применяются в ракетах «Антарес», при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли «Сигнус». Специалисты холдинга «Российские космические системы» завершили испытания и передали в компанию информационной спутниковой системы имени академика Решетнёва два комплекта аппаратуры командно-измерительной системы для телекоммуникационных космических аппаратов «Экспресс-АМУ-3» и «Экспресс-АМУ-7». Их парный запуск запланирован на третий квартал этого года. Вывод спутников на геостационарную орбиту обеспечит широкие возможности для организации услуг связи и цифрового телерадиовещания на территории России и стран СНГ в различных диапазонах частот. Марсоход «Персиверанс» передал на Землю первые кадры взлета и посадки вертолета «Инжиньюити», в ходе которой летательный аппарат поднялся на высоту в 3 метра над поверхностью планеты Марс. Главная задача – проверить, возможен ли полет в разреженной атмосфере, плотность которой в 100 раз меньше земной. Испытания марсианского коптера должны были состояться на прошлых выходных, однако неделю назад, во время пробной раскрутки пропеллера, специалисты НАСА обнаружили сбои в работе его двигателей. Впоследствии инженеры выявили, что ошибка носила программный характер и исправили ее, модифицировав программное обеспечение. 50 лет назад, 19 апреля 1971 года, с космодрома Байконур была выведена в космос первая в мире долговременная орбитальная станция «Салют-1». Сначала станцию назвали «Заря», но незадолго до запуска узнали, что такое имя носит китайский искусственный спутник. В сообщении ТАСС станция была названа «Салют», а вот надпись «Заря» на борту осталась. Полет «Салют-1» дал первый опыт создания и обеспечения функционирования тяжелых космических аппаратов и позволил получить полезные данные о возможности длительного пребывания и работы человека в космосе. Первая экспедиция посещения к станции оказалась неудачной. Космический корабль «Союз-10» не смог герметично состыковаться с «Салютом». Космонавтам Владимиру Шаталову, Алексею Елисееву и Николаю Рукавишникову пришлось вернуться на Землю. Вторая экспедиция посещения прибыла на корабле «Союз-11». Поначалу все складывалось штатно. 29 июня 1971 года была произведена растыковка, и после выдачи тормозного импульса «Союз-11» начал спуск с орбиты. Однако после разделения отсеков произошла разгерметизация спускаемого аппарата. Космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли. 11 октября 1971 года, после 175 суток, станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане. Центр Галактики в инфракрасном свете Обычно добраться до центра Млечного Пути, наблюдая его в оптике, невозможно. Эта область закрыта огромным количеством газа и пыли. Но для инфракрасного спектра это не помеха. Четкое изображение собрано из нескольких кадров и представлено в искусственных цветах. Центр Галактики и сверхмассивная черная дыра находятся от нас на расстоянии 26700 световых лет в направлении созвездия Стрельца. Солнце в 4К. Снимок хромосферы сделан с помощью узкополосного телескопа Лукашем Зайком из Польши. Астрофотограф использовал 150-миллиметровый рефрактор и фильтр, который пропускает тонкую полосу излучения водорода. Солнце вступило в новый цикл активности. На светиле снова можно увидеть темные пятна и активные области. По краю лимбы на фотографии видны протуберанцы. В яркой эллиптической галактике Месье 87 находится сверхмассивная черная дыра. Ее изображение впервые было получено командой телескопа горизонта событий. На снимке можно увидеть два релятивистских джета, которые вырываются из черной дыры в центре. Галактика М87 находится в созвездии Девы на расстоянии 55 миллионов световых лет. Присылайте нам ваши вопросы о космосе, а также астрофотографии на tvsobaka.tv.roskosmos.ru И до встречи в среду в космической среде. Продолжение следует... Продолжение следует...